Как ты узнала, что номинировала на премию в этот год? Там у кого-то из друзей в этом ВКонтакте, то есть ленту посмотрела, кто-то у меня там есть, и просто все-таки смотрела. То есть официально так тоже не приходило никакого организации? Да нет, нет, никто ничего не говорил, просто чисто в ВКонтакте ссылку нажала на этот сайт. А в прошлом году вы участвовали в составе дуэта, было много в вашей номинации конкурентов? Вот честно, плохо помню, но немного, четверо или пять, наверное, вместе с нами где-то так было. Вот в этот год вострое представлено шоу-балет «Горка Холл», шоу-балет «Король Королю» и шоу-балет «Мед». Как ты думаешь, кто ваш конкурент, или это лучше? Я оцениваю с точки зрения профессионализма, именно как танцора, да, то я считаю вообще шоу-балет, вот это громкое название, только у горки может быть. Потому что танцоры универсалу, мы танцуем постановочные номера в разных стилях, в стиле диска, эстрада, в разных стилях, то есть это номера и плюс гоу-гоу ночью. Это вот универсальный танцор, у нас очень жесткий отбор, у нас нужно вот именно уметь танцевать. И шоу-балет, это громко звучит, я считаю, что вот из тех, кто предложен, только горка. Ну, еще физическая, да, подготовка важная? У нас вообще все, девочки, мальчики, они откуда-то, то есть у них уже за спиной вот это танцевальное прошло, а не просто, знаете, пришла в клуб, красиво выглядишь, ну-ка, девочка, пойдем-ка у нас танцевать, как, например, в других клубах есть такое, где даже подготовка не нужна. А как вот ты начинала, вот, вот, если пришла? Я давно очень хотела, то есть танцами я вообще занимаюсь уже с 9 лет, уже 17 лет, получается, занимаюсь танцами, вот, и давно хотела в клубы, как начала ходить с лет 18, мне нравилось, как девочек танцуют, тоже хотела, но не могла так тогда еще работать. И где-то 3,5 года назад услышала Кассин, клуб саммит тогда еще открывался, я пришла, и вот из 6 девочек со мной, кто пришел, нас меня вот одну взяли. Ну, и там уже познакомились с Оксаной, и, наверное, уже через месяц мы решили сделать дуэт, пока танцевали, нарабатывали навыки в саммите, и потом уже за пределами, уже в других городах стали ездить. А по времени у вас много уходит в неделю часов как-то на занятия? На подготовку? Да, или это позволяет свободно заниматься какими-то другими? Вообще каждый танцор для себя, да, поделяет, каждый тренит, как говорится, сам для себя, если он хочет что-то достичь, я не уверена. Тренит ли это каждая девочка вообще голубого? Мы с Оксанкой тогда встречались два раза в неделю в зале с зеркалами и оттренировывали синхрон, связки были какие-то, работают друг с другом, работают в паре, как мы слушаем музыку, все это уже нарабатывалось. А вот непосредственно ночной жизни клубной как-то меняется из года в год. В Гарка-Хол, например, есть какой-то определенный контингент людей, которые ходят именно в это заведение? Возраст, что очень можно увидеть молоденьких девчонок 19-20, да, как и парни, и также можно мужчин лет 40, женщин, то есть тут разный возраст, разный контингент. А вот, значит, возвращаясь к премии самой, что к прошлому году понравилось и что, может быть, ожидается в этот год? Сколько мы с Оксанкой вообще участвовали в нескольких конкурсах, у нас вот таких, именно битву танцоров у нас было в нашей жизни три. Я очень с недоверчивостью отношусь, мне кажется, у кого больше друзей, тот и победит, согласитесь? Если я сейчас начну, у меня в контакте там тысяча тридцать друзей, если я сейчас каждого агитирую за меня, согласитесь, Гарка выиграет. Вот в чем дело, поэтому я люблю, когда оценивают профессионалы, я люблю все-таки битву, если бы одну цену взять, выставить мед, король и нас. Вот это для меня интересно. А вот к таким номинациям, честно, как-то мне вот тогда позвонили, говорят, вы номинированы там работать у нас вот в этот день, предложили поработать, у нас свободный день был с Оксанкой, ночь. Мы пришли, поработали и там объявили, что мы выиграли. Не знаю, честно сказать, ну там опять же, знаете, даже по голосованию видела, опять же, у кого больше подруг, у того там уже голоса, там мы как-то особо тоже не рассчитывали с Оксанкой, потому что это не битва, тут тебя люди не увидят в реальности, ну, Алена, Оксана, а некоторые не знают, кто это такие, согласитесь, а там, знаете, были имена. Я танцую, и я смотрю, я даже не знала этих имен, что это, честно. И поэтому я, ну, спокойно отношусь к этому, я люблю битвы, большая сцена, один дуэт на второй. Вообще у нас в Ярославле, я вот редко что-то такое вот серьезное, но вот тут устраивала подъема свободного танца, дорогу вот уже. И мне очень все понравилось именно потому, что, во-первых, судья, там был Сибульский Дмитрий, очень хороший танцор, там был из Машковы. Он приезжал, там мастер-классы. Не просто какой-то, да, не просто какая-нибудь там посадили мастер спорта по бойцебилдингу, да, например, я это не понимаю, как она связана с танцами. Дело в том, что мне очень понравилось, что вообще как, какой этап, да, что за чем идет, то есть все как раз очень подходило. И все очень активизовано. И вот там как раз-таки были и баттлы, каждой девочке давалось все время показать, каждой паре, либо девочке, сольнице, показать себя. Что нужно премии именно вот этой, раз она появилась в Ярославле, и наверняка организаторы хотят, чтобы она развивалась. Что нужно, чтобы не население привлечь, молодежь привлечь и качественнее сделать именно клубную жизнь, вывести на какой-то новый уровень именно Ярославля? Честно, я даже, ну, не задумываюсь. И считаю это каким-то таким очень серьезным, и не задумываюсь, что там им нужно, не знаю. Вы будете продолжать, да, заниматься танцами? Да, мы продолжаем. Ну, естественно, в данный момент мы сейчас резиденты клуба «Горка», и иногда бывают у нас выходные, то есть мы работаем в других заведениях. В других категориях фаворитов у вас нет никаких. Там будет лучший диджей, лучший ведущий. Ань, лучший фотограф, я отметила, да. Лучший фотограф, а кто у вас? Александр Дрогжев. Да. Я вообще такой придирчивый человек, фотографиям вообще. И вообще не очень люблю свои фотографии, но я часто критикую. Сашка иногда делает такие шедевры, что нравится самой. Ну, хорошо, спасибо большое. Пожелаю вам творческих успехов. Спасибо.